всем привет с вами алексей я продолжаю записывать для вас бесконечное лето я продолжаю не буду продолжать даже несмотря на то что вы упорно молчите в комментариях о том какой же выбор мне сделать прошу серия вас об этом попросил но вы все дружно молчите как партизаны ладно тогда буду выбирать сам или перед нами стоит смотрит на нас печальным взглядом спрашивает так что ты решил что же мы решили надо было принять решение а пойду я в этот раз вперед то есть вперед по дороге к городу вторую вот эту следующую следующий выбор я буду делать уже в следующей серии поэтому вот этот ролик выйдет наверное коротким эта серия посмотрим выбираем идти вперед и к черту этого совенка не существует никакого лагеря пионеров уже все равно почему меня занесло туда главное выбраться да поскорее пойду дальше пожалуй плечами стараясь показать максимальную незаинтересованность юля некоторое время внимательно смотрела на меня но затем сделала несколько шагов вперед словно приглашая следовать за ней но так ты идешь кажется впервые за весь день мы приблизились городу немножко я бы на пару сотен метров я уже почти уверился в том что мне наконец-таки суждено дойти до него как вдруг сзади послушались гудки к нам стремительно приближался автобус и карус рассекая ночную темноту ярким светом пар я благоразумно отошел к обочине вот еще юля рядом не оказалось и как только у нее получается так незаметно исчезать и появляться автобус медленно остановился рядом со мной открылась дверь и из нее вышла ольга дмитриевна семена почему не вернулся я же тебя просила я там же могу вас спросить вы говорили что случилось что-то серьезное а сами ладно внезапно смягчилась она залезай в автобус как что а как же город вот мы едем чтобы узнать что там происходит я колебался с одной стороны на автобусе действительно быстрее а по этой дороге похоже до города все же можно добраться другое же видение вожатой выглядело странно хотя пока нам по пути хорошо согласился я и сел в автобус и карус мирно подпрыгивая на кочках медленно двигался в сторону таинственного города даже слишком медленно как по мне я настолько устал что глаза начали закрываться сами собой как же юля я вот так просто оставил ее там одну и ведь в этом автобусе кажется поместились теперь они же бывшим совенки может быть она что-то хотела мне сказать впрочем как я не боролся с морфеем через пару минут последнего сиденья окружающим был слышен только мой раскатистый храм все наконец закончилось или нет я так хотел выбраться так отчаянно старался не спать неужели всему виной усталость нет вряд ли мне словно ввели снотворные но не могу но не могут люди вот так просто отключаться я же не страдаю нарколепсии мысленно и слись быстро спокойно как широкая сбрежная река их полету не мешали внешние раздражители потому что я спал но в то же время как будто бы находился в сознании вот сейчас открою глаза и меня на меня смотрел облупившийся от старости потолок большая продольная трещина разделяла его на двое грозясь обрушить все верхние этажи мирно но натужно шумел кулер компьютера в воздухе кружились тысячи пылинок даже красиво словно в некоем подобии танца за окном заунывно был ветер облизывал заледеневшие стекла и уносился вдаль закручивая хоровод и снежинок на мой мир весело подмигивая смотрела луна яркая по зимнему холодная голове звенела она была тяжелая слегка кружилась во рту был мерзкий привкус словно накануне съел пепельницу и запил бутылкой водки осознание пришло не сразу как будто я вчера собирался куда-то ехать а потом мне снился странный сон про лето про лагерь про пионера про вожатую про странную девочку кошку далекий город я постоянно забываю конец своих снов так добрался до города или нет но подождите точно ли это был сон я провел в этом лагере почти неделю однако часы были со мной не согласны по их подсчетам прошло всего около 12 часов я сел на кровати и принялся вспоминать чувства и эмоции были по-настоящему живыми но события этого сна словно заволокло дымкой я помнил девочек помнил их слезы и улыбки помнил радость и грусть которые мы пережили вместе но вот лица и фигуры как будто скрывал сумрак а еще какая-то шахта бомбоубежище а потом остров а потом отъезд эти чертовы кузнечики которые мешают спать и славя и лена и алиса и ульяна и маша и юля маша это мику если что но было что-то еще что-то за пределами сна моя жизнь после словно на новом уровне существования да я много раз просыпался встречал этих девочек наяву а потом все сначала такой огромный объем информации просто не укладывался у меня в голове память была переполнена каждую секунду что-то забывалось я перестал понимать что реально что нет все события в лагере селены слились в одну причудливую картину как калаш составленный из работ сотен художников разных стилей обрывки чувств тени эмоций куски воспоминаний мою жизнь разорвали пополам и неумело сшили обратно а в итоге получилось что-то вроде той личные куклы которую мы нашли с ульянкой в старом лагере подождите или со славей перед глазами вдруг во всех подробностях пронесся тот ночной поход на поиски шурика но при этом я даже не мог вспомнить лица девочки которая была со мной рядом тогда каждой секундой сон становился все туманнее неужели вскоре он вообще забудется нет не хочу я должен помнить пусть даже без подробностей даже без лиц невозможно без имел ведь это и не просто сон я знаю точно это нечто больше нечто очень важное для меня в голове начал звучать голос как будто бы не мой чужой сначала тихий далекий каждой секунды он становился все громче а вскоре я почти что смог разобрать слова но это были скорее мысли в одном электрическом импульсе сосредоточилась больше чем тысячи книг я вспомнил что во сне осталось какое-то незавершенное дело горд но не до города я вроде бы добрался юля из глубин сознания всплыл образ девочки кошки нагрозно смотрела на меня и смешно шевелила ушами то есть это был не сон неделя проведенная в лагере не сон я прошелся по комнате выглянул в окно окружающий мир был таким же как обычно как вчера еще немного я сойду с ума тишину моей квартиры нарушила противная 3 дверного звонка и кому только понадобилось такой час сначала не хотел открывать даже испугался но потом подумал что это отличная возможность проверить а не сон ли это ведь люди во сне и люди наяву это две большие разницы вот сейчас открою дверь и узнаем два прыжка я оказался в прихожей рывком дернул ручку даже не посмотрел в глазок и и на пороге стояли девочки те самые из лагеря но в них как будто бы что-то изменилось я не помню во всех подробностях их внешность и сна однако прическа славе и ульянка словно стала выше на несколько секунд повисло тягостное молчание я просто застыл мысли остановились не было ни страха никаких других чувств а девочки как будто и не удивились вообще привет весело сказала славе ну что встал как неродной воскликнул я на какой здесь я с трудом подбирал слова но вот составить из них осмысленный вопрос не получалось ведь столько всего хотелось узнать сразу подождите девочки нельзя вот так человека пугать и я тут же вспомнил леном нашу жизнь после лагеря и славе тот разговор ночью на остановке и ульяну нашу встречу в институте и алису на моем концерте и даже машу в другом мире ну как да пожалуй короче начала алиса бойко ты не удивляйся так для начала думал ты там один был совенки да да совенки так вот не один и мы там были и мы ну как вы все здесь вместе дело в том что у каждой из нас был свой лагерь а у тебя свой то есть в наших ты вел себя по-разному славе засмущалась ну еще как по-разному за мной стортом этим гонялся еле убежала так получилось что мы раньше вспомнили и поняли что это не просто сны подождите ну как же ведь прошел всего один день нет это все продолжается куда дольше сначала я тоже думала что сны про лагерь снятся только мне но потом люди оттуда начали становиться реальнее ты начал она глубоко вздохнула и эти ужасы казалось ли она была готова расплакаться да хватит тебе тысячу раз же говорили что это не он а какой то другой семён как это другой семён понимаешь этих снов много лагерей много у каждого свой и в каждом ты ведешь себя по-разному где то даже вот так она грустно посмотрела на лену и продолжила многие твои воплощения рассказали нам про другие лагеря и других нас но там мы лишь куклы выполняющие определенную роль я вот никакая не кукла взмутилась ульяна ну и нам это надоело конечно же мы начали искать выход и вот однажды я попала в мир мигу не называй меня так но ведь я помню там в лагере был совсем другим мы снимали фильмы а какая разница все равно сон шел по кругу ну и потом нам удалось связать остальные меры в один для нас пятерых дальше дело техники алиса улыбнулась я узнал эту улыбку оставалось только найти тебя найти меня зачем нет конечно я не был против наоборот все наконец-то встало на свои места совенок пионеры вожатые эти девочки а юля кто юля девочка кошка вы ее разве не видели да там кажется что такое говорили как же так я до сих пор чувствовал что в чем-то виноват перед юлей вот так и получается что у нас у каждой был только один мир а у тебя их было много а потом мы поняли что с реальностью связан только ты как поняли нам рассказал пионер ну то есть ты который заявил что в том сне уже давным-давно да очень странный тип больной какой-то все сказанное имя не укладывалось у меня в голове ну ладно подождите я собрал мысли в кучу то есть этот лагерь и не сон и это все продолжается уже давно лагерей много везде есть я и вы но каждый из вас он один а у меня много нет не понимаю ну в общих чертах все так да хватит киснуть такой скучный весело же я вот никогда в пионер лагерях не бывало например да и ты вряд ли я пытался это придумал и зачем вот за этим мы пришли чтобы выяснить ну как вы меня нашли и вдруг появились сомнения даже страх ульяна тут же больно усыпнула меня ай а ты подумаешь еще что спишь это было не сложно конечно твои копии могут быть на разговор с вами если захотят или если их заставить тихо добавила лена так что сначала мы все познакомились наяву а потом уже и пришли к тебе встречай гостей ну дела моя жизнь изменилась в мгновение ока конечно я не помню этот сон или сны как говорили девочки в таких подробностях но тоже чувствовал что лагерь это нечто большее он объединил нас сначала там а теперь и здесь и здесь оставался лишь вопрос с Юлией но может быть я знал ответ может быть он просто забылся как забылось и многое другое ладно надеюсь вы мне расскажете все в деталях конечно мы за этим и пришли ну тогда проходите что в дверях стоять чай кофе потанцуем добавил я стараясь успокоиться и прийти в себя Лена сверкнула глазами ладно давайте танцы оставим на потом у каждой истории есть начало и конец у каждой истории есть своя канва, синопсис содержание, ключевые моменты, прологи, эпилоги и нет такой книги в которой при каждом новопрочтении не открывались бы вещи на которые раньше не обращал внимания но у каждой книги есть и своя последняя страница перевернув которую мы ставим книгу на полку чтобы завтра открыть новую хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм ну вот как-то так получается гарем гаремная концовка открылась ух похоже и все ну а мы откроем с вами следующую концовочку в следующей серии как я уже и говорил в начале подписывайтесь ставьте лайки оставляйте комментарии что бы вы хотели что бы я еще прочитал, прошел и посмотрите как оставляйте не позиция